Подготовка к запускам. Заправляю баллон пропаном. Вы уже видели, я маленький заправлял. Так получилось, что заправил полным. Сейчас буду стравливать давление и стравливать часть пропана. Очень красивый момент. Вентили закрыты. Стравливаю давление со шланга. Как видите, идет жидким. В общем, все по-ракетному. С запуска практически ракеты будет, друзья. Так это все выглядит. Заправил баллон очень опасно, потому что полностью полный. Он не шелохает. Он не колышется абсолютно. Так что нужно стравить часть давления. Я думаю, сейчас даже жидким должно пойти. Вот видите, это говорит о том, что баллон абсолютно полный. Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Наконец-то наступил тот день, когда мы полностью испытаем вот этот движок. Место дислокации неизвестно где, Но здесь есть трава, которая будет нам показывать, как дует турбина. И вообще никто здесь нам не помешает. Здесь такая уютная обстановка. Обратите внимание, как здесь хорошо и красиво. Итак, стенд уже на своем месте. Запускать будем вот здесь. Эту камеру нацелил специально, чтобы следить за тягой. Здесь уже выставлено по уровню, подложил дощечки. То есть катается тележка вот так. Здесь она не упирается. Это ограничение на всякий случай, чтобы не вылетело. Ну а здесь будет измеряться ручными весами. Проверка тахометра. Да, надо в теньке его держать. Что делать? Надо закрывать будет вот так. Слабенький тахометр, ребята. Не хочет так просто показывать, но ничего, буду закрывать рукой. Значит здесь просто светло, день. Это если где-нибудь в гараже, там бы он показывал без всяких проблем. Так, ладно, тахометр к запуску готов. Подключаю питание на насос. Раз. И питание на свечу. Теперь насос нужно запустить. Есть. Все. Керосиновый насос готов к работе. Выдает до 11 атмосфер. Чтобы сбросить давление, здесь используется капиллярная трубка. Кому интересно более подробно посмотреть про стенд, можете посмотреть предыдущее видео, ссылку я дам в описании. Обязательный атрибут запуска это зеркало. Оно нужно для того, чтобы не спалить двигатель. Потому что запуск в ручном режиме. Так, все, весы включаю. Ну что, поехали, друзья. Пока весы показывают, все показывает. Включаю поджиг, газ, все, последовательно, все, поехали. Раскручиваю стартером слегка. Так, пошел поджиг, выключаю свечу, добавляю газ, добавляю оборотник. Раскручиваю стартером слегка. Двигатель вышел на холостой режим, 32 тысячи оборотов. 500 грамм тяги на этих оборотах. Продолжаем набалтывать. Набалтываю газом. 50 тысяч оборотов. Стяга 1,5 килограмм. Перчатка нормальная, ничего не греется. Даем еще огня. Друзья, на газу все. Пробуем добавлять керосинов. Это очень непростое дело. Добавляю керос. Добавляю керосинов. Расчет. Потрясаю. Потрясаю. Готово. Добавляю керосинову. Потрясаю. 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 Работает чисто на керосине. Газ закрыт полностью. Давление пол атмосферы. Маловато. 84 тысячи. 4 килограмма тяги. Одна атмосфера давления. Пробую вызвать максимум. 5 килограмм тяги. 5 килограмм тяги. 90 тысяч оборотов. 5 килограмм тяги. Как раз масло и ушло. Все, заглушили. Закончилось все масло. Охлаждаем двигатель. Здесь можно подать насосом. Пусть охлаждается крыльчатка. Пусть все туда идет все домой. Вибраций не было, друзья. Я не ощутил вибраций. Не было вибраций. Это очень-очень хорошо. В самый последний момент увидел. Масло закончилось. Чтобы мои подшипники выдерживали, я делаю очень большую подачу масла. Просто гигантское масло. Вы видели? 5,4 килограмма тяги. Это просто жесть. Стоит задуматься над изготовлением самолета. Что-то даже. Вот столько натекло керосина. Это вот когда я сейчас поддавал для охлаждения. Двигатель остудился. Я надеюсь, подшипники выжили. Вы видели? Все отлично работало. Он уже здесь, конечно, до красна нагрелся. Но вы видели эти 5 килограмм? Безумной тяги. Чтобы вы знали, обычный такой стандартный двигатель. Правда небольшой. Он выдает около 8 килограмм. То есть заводской. Он весит где-то 1,3 килограмма и выдает 8 килограмм. Наподобие того, что я показывал уже в одном из видео. Заводской двигатель. Вот 91 тысяча оборотов зафиксировано. Она и осталась, эта фиксация. На керосине полностью баллон с газом закрытый. В принципе все системы работают нормально, как вы видите. Ничего здесь не вибрирует. Я поставил новую крыльчатку, другую с ровного вала. И вот такие вот дела. Друзья, на этом всё. Скоро выйдет видео о будущих планах реактивной тяги на канале. То есть у меня есть несколько таких задумок, проектов небольших, связанных и с этим двигателем, и с другими двигателями, и вообще с другими всякими приспособами реактивными. Как вы видите, в принципе у меня это неплохо получается. Я надеюсь, что мы еще на канале увидим много-много интересных видосов. Ну а на этом всё. Ждем следующих тематических видео. Кому интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok